Бакинская крепость И новизны. Самая старая из крепостных мечетей находится ныне в окружении новостроек, исполненных с претензией под старину. Однако из этого небольшого участка, обстроенного новыми домами, мы попадаем в переулок, названный именем Вагифа Мустафа Заде, основателя азербайджанского джаза. В этом старинном доме прожил свою непрепродолжительную жизнь замечательный азербайджанский композитор и пианист, сумевший объединить в своем творчестве два, казалось бы, несовместимых музыкальных направления – мугам и джаз. Синтез получился удивительным. Как и многие выдающиеся люди своего времени, Вагиф Мустафа Заде получил признание и известность во многом после своей смерти. Сейчас в его небольшой квартире расположился дом-музей, а переулок, где находится дом, в котором вырос Вагиф, носит его имя. Но все это произошло только после смерти замечательного музыканта и композитора. По неволе вспоминаются слова Роберта Рождественского – «Столбы словесной пыли, эфемиамный дым». А где же вы раньше были, когда он был живым? Лирическая и несколько минорная волна, на которой нас настраивают композиции Вагифа Мустафа Заде, как нельзя лучше соответствует истории дома, расположившегося напротив переулка, названного его именем. Роскошный рамазановский дом, витиеватым и замысловатым орнаментом своей каменной резьбы, словно вторит музыке Вагифа симфонии камня. Дом, который принадлежал одному семейству, купцов местских поколений, Гаджима Мепкерима Рамазанова, его семье, его супруге Умбульбанухану, его детям. Отец, Гаджима Мепкерима, был известным купцом, построившим в крепости баню, которая по сирии называется Ахазейналхамама. А в этом доме семья размещалась на верхнем этаже. Нижние этажи сдавались наиболее богатым жильцам. На первом этаже находилась одна из скобяных лавок, Гаджима Мепкерима Рамазанова. И еще одна интересная деталь. Рядом с магазином находился небольшой синематограф Эрмист. То есть представьте себе, этот дом вобрался до все. Это было жилище его хозяев, это был источник дохода, потому что часть апартаментов сдавалась. Затем здесь хозяин имел возможность вести свой бизнес, он имел одну из своих лавок. И, наконец, даже место для развлечения, кинотеатр небольшой, находился в этом доме. И в то же время судьба оказалась весьма неблагосклонной к семейству Рамазановых. В трагедии для семьи обернулось венчание дочери Гачумы. К ней посватались бандиты Гучи. Отец не мог благословить подобного сватовства. Он выгоняет сватов из дома. И после этого Гучи в отместку Гаджима Медкериму расстреливают в упор его старшего сына Абдуль-Хамида. А бычий требовал кровной мести. Однако к чести Гаджима Медкерима Рамазанова он смог стать выше травовых традиций. Если есть Аллах на небесах, он должен покарать этих людей сам. Таков был окончательный вердикт Гаджима Медкерима, который решил не рисковать жизнью своих детей и отказался от кровной мести, сохранив при этом уважение и почет в крепости. Гаджима Медкерима Рамазанова не стало в 1921 году. К тому времени большая часть имущества семьи была экспроприирована. Однако и по сей день в доме Рамазановых проживает интеллигентнейший человек Керим Рамазанов, внук Аджима Медкерима от его среднего сына Аджава. Как рассказывает Керим Майалем, когда бабушка была на смертном адре, к ней умирающей женщине приходят два человека. По их внешности было видно, что они прожили скотскую жизнь. И пав ниц перед умирающей женщиной, эти люди со слезами на глазах начинают выпрашивать у нее прощение. Маленькому Кериму было невдомек, откуда взялись эти люди и почему они просят искупления у бабушки на смертном адре. Когда он обратился с вопросом к тете, она объяснила ему, что эти люди были убийцами ее брата. Но даже умирая, эта женщина процедила сквозь зубы. Вам прощения нет. И умерла. Конечно. Однако наиболее трагичная часть семейной истории состоит в том, что, чувствуя себя косвенно причастной к гибели брата, Акинахану, дала обет безбрачьям. Она так и не создала семьи. Став великолепным врачом-педиатром, она буквально заменила родителей своему племяннику Кериму. Эта женщина была носителем колоссальной информации. Остается только лишь сожалеть, что эта богатая информация, связанная с историей Бакинской крепости, ушла. Замысловатый лабиринт крепостных улочек, начинающихся от Рамазановского дома, Вводит нас к одной из старейших бакинских бань – Касумбековской. Баня Касумбека в лабиринте куполов, которые мы сейчас плутаем, Была наиболее поздним из сооружений подобного рода в крепости. Она датируется приблизительно в 18-19 веках. Как и практически для всех бакинских бань, для нее характерно заглубленное положение. То есть баня углублялась в землю, ибо строились, как правило, бани на тех местах, где наблюдались выходы к подземным водным источникам. Бакинскую крепость питали три основных источника – Шахский водопровод, Мамет Хулиханский и Гусейн Хулиханский. Возможно, это было связано с именами правителей города, реставрирующих в свое время эти водопроводы. На сегодняшний день точно не установлено, по какому из этих трубопроводов поступала вода именно в эту баню. Однако, поскольку источники воды находились на определенном отдалении, их приходилось доставлять в город при помощи специальных глиняных труб. Киогризная система передачи воды функционировала уже сто время. Единственная из бань крепости – эта баня до сих пор сохранила один из своих первоначальных источников воды. Однако, как баня, она уже длительное время не используется. Среди жителей крепости бытует довольно интересная история о том, что многочисленные купола этой бани, которая еще до недавнего времени находилась под жилым сооружением, объясняются тем, что якобы косумбек, купец, построивший или опреставрирующий эту баню, имел столько жен, сколько куполов. Ага, это вообще интересно. Да, можно представить, если бы я был султан, как в известной песне. Так вот, рассказывают о том, что количество куполов соответствовало количеству жен владельца. И когда мне в былые годы доводилось водить по этим маршрутам туристов, вот на этом углу сидела старенькая бабушка, торговавшая сигаретами, она всегда довольно-таки властным голосом говорила мне, «Сынок, расскажи приезжим, что истинные мужчины в этом городе проживали в те времена, когда один мужчина мог содержать столько жены, строить им бани и создавать им все условия. И посмотри на наших уродцев сейчас! Вот потому-то я и торгую сигаретами. Не купишь лепачки?» Ну да. К сожалению, долгое время этой бабушки уже здесь нет, однако рассказанная история передается вашим покорным слугой из устно все новым и новым поколениям бакинцев и людей, приезжающих в наш город. Таким образом, Смайл Мелем, через увлекательную череду тярван-сараев, бань, средневековых мечетей, домов и других сооружений бакинской крепости, мы прошли ее от северо-западных Шамахинских до южных Сальянских ворот. Сейчас на время мы покинем крепость с тем, чтобы переступить в ее порог, оказаться в боку иной эпохи, эпохи нефтяного бума. Эта часть города встречает нас удивительным губернаторским садом, ныне именуемым Багидовским садом. Обратите внимание на интересную деталь над входом. Над входом я тоже сколько раз проходил, все время видел часы, притом время там остановилось. Часы посещены из камни, время остановлено на часах навека. И это, кстати, не единственные часы в городе. На очень многих бакинских домах сохранились циферблаты часов в застывшем времени. По всей вероятности, это время означало что-то очень памятное в жизни бывших владельцев домов. Это могло быть рождение долгожданного ребенка или первый ударивший фонтан. Какое-то очень яркое событие в личной жизни, изменившее ее. То есть догадки можно строить самые разные. Но, пожалуй, именно эти часы вызывают наибольшие, так сказать, наиболее острые вопросы, сомнения, домыслы, поскольку они высечены не на доме, а на крепостной стене 12 века. Как там над надписью? Над надписью, сообщающей о дате строительского стены, сообщающей имя Шахамана Чехра II, ее построившего. И тут часы с маятником. Маятниковые часы вообще, насколько мне известно, еще не использовались в 12 столетии. Это определенная более поздняя работа. Может быть, на возникновение часов, на появление этих часов здесь, сыграла определенную роль близость губернаторского дома. Как знать? И, конечно, когда сталкиваешься с такой загадкой, решать ее приходится не столько на основании научных теорий, сколько на основании историй, домыслов, баеков. В этой связи я хотел бы рассказать одну небольшую историю. Повторюсь, историю, пытающуюся объяснить происхождение этих часов. На них зафиксировано время 4 часа. По преданию, именно в 4 часа дня, 8 февраля 1806 года, в момент, когда последний бакинский хан Гусейн Кулихан передавал ключи от бакинского хан Гусейн Кулихана.